Увы, наливную дамбу разворачивают прямо на зелёной лужайке. Вода уже затопила дорогу и подбирается к школе. Все свободный отдел жителей национального села Бельго помогают спасателям. Заполняют мешки песком, чтобы укрепить временное гидрозащитное сооружение. Несмотря на это, что вода только подаёт к зданию, принято решение развернуть водоналивные дамбы. Амур подбирается и к окраинам Комсомольска. Подтоплены два десятка дачных участков. В микрорайоне Хорпинский власти города решили не поднимать защитную насыпь. Практически все дома были признаны непригодными для проживания после наводнения 2013-го. Уровень воды в реке у Комсомольска-на-Амуре уже преодолел опасное значение в 650 сантиметров. Но даже недостроенные дамбы и временные гидрозащитные сооружения способны сдержать и 9 метров. Сейчас наибольшую опасность для города представляют грунтовые воды. Сейчас в Комсомольске-на-Амуре подтоплены подвалы в четырёх детских садах, драмтеатре и дворце творчества молодёжи. Грунтовые воды прибывают и в цоколях многоэтажек. Буквально через неделю в городе стартует отопительный сезон. Но управляющие компании уже готовы запустить системы, даже если полностью затопят подвалы. Гребень-поводка у Комсомольска-на-Амуре ожидается в конце сентября. По прогнозам он достигнет отметки 7 метров 10 сантиметров. В городе уже закрыты коллекторы ливневой канализации, чтобы Амур не ворвался на улицы. На откачке воды работают 10 мощных насосов. Заготовлено больше 7 тысяч мешков с песком. По усилению прибыли спасатели регионального отряда МЧС.